Итак, коллеги, доброе утро. Меня зовут Фомин Дмитрий. Мы с вами сегодня поговорим про модульное устройство компании АБУБ, устройство автоматического выключателя и выключателя дифференциального тока. Итак, компания АБУБ предлагает 5 серий модульных устройств. Три из них это основные серии и две серии это специальные серии, они по факту не являются модульными, но также относятся к модульной группе изделий. Первая серия это System Pro M Compact, это основная модульная продукция, это наиболее широкий диапазон устройств, входит как устройство распределения и защиты, так и различные устройства измерения и управления. То есть это максимальный широкий диапазон применения, это наше все, это основной большой толстый каталог System Pro M Compact. Вторая серия это Compact Home, это усеченная серия, предназначенная для применения в жилищном и коммерческом строительстве. Она чуть более экономична по цене, но несколько усечена по функционалу и в нее входят только выключатель дифференциального тока и автоматический выключатель с буковкой H. Далее третья серия это Smithline TP, это специализированное модульное устройство с шинным распределением в обточном исполнении с возможностью горячей замены для энергоснабжения особо ответственных потребителей. То есть такая некая отдельная линейка для особых случаев, связанных с содами, с банками, с диспетчерками и так далее. Там, где нужно максимальное время непрерывной работы, где требуется иметь возможность горячей замены. Да, и две специальные серии это H Plus Line, это оборудование для энергоснабжения медицинских учреждений, помещений группы 2, то есть тех помещений, где есть возможность контакта человека с электрооборудованием. Соответственно, для этих учреждений есть отдельный ГОСТ и необходимо питать все электрооборудование в таких помещениях через разделительные трансформаторы. Соответственно, H Plus Line это серия, в которой есть двух вариантов. Это или готовые шкафы производства компании АББ, или отдельные компоненты для производства специальных медицинских шкафов по электроснабжению. И последняя серия, которая тоже относится к модульной группе, это внешняя молниезащита, активная молниезащита с ранней стримерной эмиссией, серия Элита. Немножко истории. Это Хугас Штоц, человек, который в своей жизни сделал два замечательных дела. Он основал основной завод компании АББ по производству модульных устройств, это завод Штоц Контакт. Сейчас он расположен в городе Хайденберг, в Германии. Это некий наукоград, он немножко похож на наш Зеленоград, очень много научных учреждений, много студентов, и также расположен наш завод. И практически 100 лет назад этот человек, чуть менее чем 100 лет, 90 копейками, который запоминетовал принцип действия современного модульного автоматического выключателя. То есть первый патент был получен именно компанией АББ. И, соответственно, с тех пор идет замечательная история наших автоматических выключателей. И сейчас наше производство выглядит следующим образом. Оно разделено на две части. Первая часть, ну это, скажем так, более грязное производство, где осуществляется литье пластмасс, штамповка основных компонентов. Оно, скажем так, полуавтоматизированное. То есть там отдельные станки, но какой-то конвейерной такой вещи нет. Вторая часть производства – это суперсовременная линия, конвейерная сборка. И все наши современные аппараты модульные, они собираются именно из проектированных для сборки на конвейере. Завод выпускает порядка 40 миллионов полюсов в год. Ну, около трети этого количества поступает в Россию. То есть мы являемся одним из крупнейших потребителей модульных устройств производства завода «Шотсконтакт». Плюс в прошлом году мы запустили дополнительную линию с мощностью 10 миллионов полюсов для производства заказных и стандартных позиций. Чтобы не перестраивать основную линию, сокращать тверки поставки по нестандартным позициям. Небольшое видео, которое иллюстрирует процесс сборки модульных автоматических включателей компании АББ. Ну и немножко о самой технологии. Сама технологическая линия состоит из четырех основных частей. Первая зона – это зона предварительной сборки. Далее зона тестирования. То есть все аппараты проходят определенный набор тестов. Далее зона промежуточного хранения. И зона окончательной досборки или маркировки. Все модульные аппараты компании АББ производятся однополюсными, немаркированными. А видео не пошло? По идее должно быть еще видео. Ну, если с видео проблемы, давайте я коротко расскажу. Видеоролик… А, я понял. Сейчас попробуем. Так, лучше я немножко громкости убавил. Давайте еще чуть-чуть. Ну, надеюсь, меня слышно. Я у себя убавил до минимума громкость видео, но… Я вообще отключил звук. Ну, ладно, посмотрим отличный ролик. Я потом вкратце в конце расскажу, о чем это. Фондюминг. Учим. Снима. Хорошо. Продолжение следует... 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 двухсотой серии сделаны именно из него. Продолжение следует... 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 и имели свой отличный от всей 200-й линейки корпус. То есть не было унификации по аксессуарам и, соответственно, дюропласс от окрашивания и довольно хрупкий корпус. Соответственно, современные версии называются SD200 для промышленной серии и SHD200 для бытовой серии. Из плюсов полная совместимость с 200-й серией. Соответственно, это единые доп. контакты, все аксессуары, совместная установка. Это абсолютно такой же термопластовый корпус с лазерной маркировкой. Плюс сам внутренний механизм, он сделан на базе аппарата 200-й серии. Ну, то есть за исключением того, что из него убрали расцепители. А так это практически тот же самый аппарат, только без расцепителей. Ну, мне он гораздо больше нравится, чем E200 серия. И, в принципе, есть определенные зоны, где это применяется. Довольно-таки удобно, когда у тебя есть такое же устройство, как 200-й аппарат, в плане конструктива и так далее. Ну, и, соответственно, разница между SD200 и SHD200 абсолютно идентична, как и между S200 и SH200. SH200, SD200 более рассчитан на промышленное применение. Но по поводу цены, да, всегда задают вопрос, вот коллег поступил. Объясняю. Если все массовые линейки типа 16-амперных аппаратов производятся, там, десятками тысяч пулесов, то все-таки эти аппараты, они производятся более маленькими сериями и, соответственно, поэтому цена несколько больше. Чем больше серия, тем можно сделать меньше цены. Ну, и плюс это, наверное, скорее всего, некие выверты нашего маркетинга. Но рубильники, они всегда стоили дороже, чем аппараты, как ни странно. Вот. И, соответственно, у SHD200, как и у SH200, одинарные клеммы, и нет возможности установки аксессуаров, кроме шинных разводов. Далее, следующий аппарат, который появился вот в этой новой, с новым подходом модификации 200-й серии, это S200MUC, аппарат для применения на постоянном токе. У нас, в принципе, все аппараты 200-й серии можно применять на постоянном токе. Только классические S200 можно применять с ограничением до 72 вольт на полис. Данные аппараты применяются до 220 вольт на полис. Соответственно, если надо больше, полис через полис, там до 440, в принципе, все можно. Из особенностей, всегда, когда наши партнеры видят данный аппарат, они спрашивают, почему помаркированы клеммы. У данного аппарата в районе догасительной камеры установлен постоянный магнит, который облегчает догасение на постоянном токе. Соответственно, именно поэтому необходимо соблюдать направление подключения, для того, чтобы было все корректно. Если необходимо гасить, когда на постоянном токе, в случае, когда у вас направление меняется, к примеру, это система бесперебойного питания, когда два режима заряд-разряд, и направление тока может меняться. Рекомендация завода-производителя – это использовать многополисный аппарат с подключением полис через полис. То есть один полис всегда будет работать корректно. Ну, и, соответственно, также в этот аппарат переключивали все достоинства 200-й серии – лазерная маркировка, термопласт, единая унификация под опконтактом. Это полная замена предыдущей линейки S800UC. То есть, если сейчас кто-то собирает в районе ЧПТ, там, систем беспребойного питания, ежи с ним, очень хороший аппарат, довольно-таки часто используют наши УИЭМ-производители, кто работает в таких направлениях. Часто применяется в счетах обогрева для обогрева в нефтегазовой отрасли. Соответственно, далее. Одна из моих любимых новинок – это два аппарата. Это модульные аппараты 200-й серии на 80 и на 100 ампер. То есть, мы стандартную модульную линейку, которую у всех производителей ограничено в 7 и 3 амперами, расширили до 100 ампер. То есть, 200-й аппараты, то есть, стандартный корпус в один модуль, имеют теперь исполнение 80 и 100 ампер. Но из заключительных особенностей – немножко другая форма корпуса, более бутная компоновка. И главное – это клемма, которая позволяет подключать до 50 квадрат цельнотянутого кабеля. Стандартная 200-я серия – это до 35 квадрат. Хороший, интересный аппарат, вызвал после запуска определенный интерес на рынке. В принципе, есть более-менее неплохие продажи. Ну, за счет компактности очень многим нравится. То есть, там, где раньше приходилось применять, например, 800-ю серию, которая, конечно, более габаритная, можно, в принципе, в ряде применений, если позволяют расчетные итоги КЗ, применять и 200-ю серию на 80 и на 100 гер. Соответственно, далее. Мы заменили нашу линейку устройств управления освещением сумеречной реле. К сожалению, новая линейка, она несовместима с предыдущей. То есть, датчики от новой линейки не совместимы со старой. Но новая линейка получила гораздо более широкий диапазон как рабочей температуры, так и диапазонной настройки. Соответственно, все, что нужно для управления освещением в зависимости от уровня освещенности, например, вывески, наружное освещение, эта линейка предоставляет. Плюс есть два исполнения. Первое исполнение – это отдельное реле, отдельное фотореле. И второе исполнение – это когда все смонтировано в одном корпусе. Далее, довольно-таки большие обновления были в нашей линейке аппаратов Compact Home. Первое – мы выпустили аппараты номиналами 50 и 63 А в Home серии, то есть для аппаратов SH-200L, и выпустили характеристику B. Но наверняка об этом знаете, это уже было довольно-таки давно. Относительно недавно мы выпустили еще одну линейку, она называется просто SH-200 без буквы L. Это такие же аппараты, как SH-200L, только с отключающей способностью 6 км. То есть, в принципе, 50-63 А, B и 6 км. Далее, и линейку включателя дифференциального тока для жилищно-коммерческого строительства мы расширили исполнениями с токами утечки 100 и 300 мА. То есть, теперь для FH-200 доступно 100 и 300 мА. То есть, ну, казалось бы, немного, но в плане расширения ассортимента и продаж это, наверное, одни из самых больших наших изменений. То есть, это на самом деле одни из самых массовых устройств в плане продаж в модерном оборудовании компании Абугар. Далее, немножко расширили нашу линейку счетчиков. Как вы знаете, у нас есть новая линейка счетчиков, которая заменяет постепенно все счетчики предыдущих поколений. Общее название ГЕКУ МЕТРС. Соответственно, нет, контакты, вопрос через чат, имеет ли SH-200 другие контакты. Компонентная база абсолютно одинаковая с S-200. То есть, контакты, покрытие, все один в один. Единственное, клемма одинарная и нет уступов для установки дополнительного оборудования. Смысла особо делать что-то по-разному нет, потому что аппараты собираются на одних линиях из одних компонентов. То есть, там, скорее, во главе стола максимальная унификация. Соответственно, далее, в новой линейке счетчиков ЕКУ МЕТРС есть три уровня А, Б и С. А-40 – это топовые промышленные счетчики, Б-20 – это жилищно-коммерческое строительство, и С-10 – это технический учет, однофазное и трехфазное исполнение. Ну, это так, чисто для информации, счетчики у нас новые, обновились, есть некоторые особенности применения, но одно из самых таких хороших особенностей наших счетчиков – это очень компактные габариты. Габариты начинаются, в принципе, от одного модуля. От одного до семи модулей. Вопрос через чат. В чем конструктивная особенность промышленной серии автоматов от Home-серии? Ну, повторюсь, аппараты делаются абсолютно в одинаковых корпусах, из одинаковых компонентов, за исключением разных клемм и возможности установки дополнительных аксессуаров. Так, по большому счету, если вы откроете два этих аппарата, там, отдельные элементы можно из аппарата в аппарат переставлять, что дугасительная камера абсолютно одинаковая, что накладки защиты от прогорания, там, основные контакты – все абсолютно одинаковое. Но здесь есть некий маркетинговый подход, почему такая разница в цене. Но они тестированы и сертифицированы по разным стандартам. Соответственно, S200 имеет два мэковских стандарта, SH имеет только один стандарт. Вопрос, почему 4,5 кА и 6 кА? Ну, по факту, это очень близкие аппараты и какой-то глобальный разница, что где-то что-то, не знаю, там, уменьшили по материалам и так далее, такого точно нет. Ну, по крайней мере, вот сколько скрывал, сравнивал, я не нашел каких-то других отличий, кроме конструкции клемм и доп.контакт. Итак, далее. Следующая новинка – это коммуникационный слюз G13, который позволяет организовывать небольшие сети учета на базе наших счетчиков. Ну, основные особенности данного слюза – то, что у него есть встроенный веб-интерфейс, и это, в принципе, законченное решение для дистанционного учета на уровне небольшого предприятия или небольшого офиса. То есть к одному информацию слюза подключается до 48 приборов, и все эти приборы будут доступны вам дистанционно из одной точки. Причем, так как это веб-интерфейс, они будут доступны любому, кто знает пароль-логин и знает IP-адрес этого слюза и имеет доступ к внутренней серии. Далее. У нас обновились реле 250-й серии. Они заменены на 290-ю серию. Это одно из самых интересных решений в плане управления освещением. Появилось много дополнительных аксессуаров. То есть, ну, хорошие, интересные подходы. Есть два типа реле. 290-е – это импульсное реле, 297-е – это классический контактор в модульном формате. Далее. Тоже одна из самых моих любимых новинок появилась в прошлом году. Это компактное АВДТ для применения в трехфазных сетях. DS-203NC. То есть, если раньше у нас было два подхода, АВДТ делались или как пара в одном корпусе конструктивно объединенная автоматическая выключатель и выключатель дифференциального тока, и устройство получалось довольно-таки большое. То есть, это в зависимости от номиналов или 6 или 8 модулей. Или, соответственно, для однофазного применения были доступны компактные версии как единое устройство, уже изначально смонтированное, сделанное как АВДТ. Соответственно, в прошлом году мы выпустили АВДТ в трехфазном исполнении тоже в компактном корпусе. Но единственное ограничение до 32 А, 4,5-6 кА. Ну и все наши основные типы. Хорошее, интересное устройство, очень компактное. Если речь идет про универсальную защиту в трехфазных сетях, то очень и очень хорошее решение. Плюс данное решение позволяет организовывать универсальную защиту, включая дифференциальную, в различных нестандартных применениях. К примеру, там, две фазы нейтраль. Или там, ну, просто две фазы. Ну, довольно-таки интересное, хорошее устройство. Далее. В прошлом году также обновилась система измерения токов для модульных устройств. Были добавлены датчики тока с номиналом до 160 А, до этого были датчики тока до 80 А. И появились датчики тока с установкой на Динрейку и на проводник кабельной стяжки. Хорошее, интересное решение для организации систем технического учета и для организации систем безопасности предупреждения срабатывания аппаратов по перегрузке. Ну, отдельная большая тема. Если будет интересно, в конце спроси я подробнее расскажу. Далее. В третьей линейке модульных устройств, в линейке модульных тысячных устройств с шинным распределением с X-Line, также в этом месяце было обновление, но это, наверное, одна из наших последних новинок, это появление новых адаптеров с возможностью выбора фазы. То есть, если раньше адаптеры у нас были с фиксированной фазой, и данных адаптеров было 94 наименования, то сейчас вся эта линейка сокращается до 21 наименования за счет того, что появились универсальные адаптеры с выбором фаз. И если сравнивать решение с классическими аппаратами, втычными S-400, то решение S-200 плюс адаптер, оно в двое дешевле. То есть, если где-то требуется построить распределение на модульных аппаратов с возможностью горячей замены, но есть некие ограничения по бюджетам, и с S-400 серией вы не проходите. В принципе, вариант применять S-200 серию с адаптерами такой тоже есть. Ну и последнее, то, что мы ждем к концу этого года, обновление системы измерения токов. Это полноценная система технического учета, которая будет позволять измерять по каждой линии напряжение, мощность, коэффициент мощности и токи. Количество линий на один управляющий модуль будет увеличено до 96-64, и для данной системы будут также доступны датчики тока с внезапным зомбранитопроводом для установки уже существующей сети. То есть, без отключения можно уже существующую сборку установить вот такую систему измерения. Далее, подходим к нашему основному. Наши основные модульные устройства. Мы в этом году обновили каталог System.org Compact. Если раньше у нас он был ограничен где-то порядка 100 страницами, сейчас это, ну, к сожалению, а может быть и к счастью, там почти тысячи страниц. Он стал вдвое толще, но вдвое содержатель интереснее и удобнее. В плане насыщения новой интересной информации как технического, так и коммерческого характера. Все новинки внесли, техническую часть очень сильно обновили. Но в любом случае структура осталась такая же. Соответственно, то оборудование, о котором мы с вами сегодня будем говорить, это первые четыре главы, соответственно, модульные автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока и аксессуары к ним. Итак, если мы говорим про автоматические выключатели, но здесь у меня, к сожалению, ошибка, указан до 63 ампер, к сожалению, не заметил, не исправил, должно быть до 100 ампер. У нас есть три основные серии. S200 это классические модульные аппараты с широким диапазоном отличающих характеристик, с хорошим выбором аксессуаров. То есть, это наше все в распределении до 100 ампер. То есть, S200 до 100 ампер от 6 киломампер до 25 киломампер в этой серии. Далее, 800 серия это аппараты, которые занимают некое промежуточное положение между аппаратами в литом корпусе и модульными аппаратами. Это быстродействующие автоматические выключатели до 125 ампер с отключающей способностью до 50 киломампер. Они часто используются как аппараты ввода. Есть определенный диапазон, в котором они селективны с модулями аппаратами отходящих линий. Но в плане применения наиболее часто они применяются там, где требуется иметь компактное исполнение, но с высокой отличающей способностью. Это производство с распределениями шинопроводом, это собственные нужды на подстанциях. То есть, вот что-то такое, где нужен компактный аппарат, там, не знаю, в отводную коробку шинопровода, но с отключающей способностью 50 киломампер, например. Из интересных особенностей данного аппарата у него есть три положения, включен, выключен и сработал по аварии. То есть, после срабатывания по аварии, в отличие от стандартных модульных устройств, у него рычажок управления встает в центральное положение и сразу на КЗ его включить нельзя. Его можно отключить, подумать, устранить неисправность и включить. Хорошее интересное устройство, также из особенностей у него есть вспомогательное подключение для установки измерительных устройств без не в основную, вспомогательные выводы для подключения дополнительных измерительных устройств. В виде такой небольшой клеммочки сделана верхняя часть аппарата. Соответственно, далее, третий аппарат это S750 серия, довольно специфический аппарат. Это аппарат, который стопроцентно селективен с любыми модульными устройствами. Это довольно сложная электромеханика, он создан специально для немецких бытовых сетей, где общая идея такая, что границы баланса принадлежности проходят по вводному аппарату и необходимо обязательно соблюдать условия селективности между вводным аппаратом и всеми модульными аппаратами несостоящих линий. Соответственно, он опломбируется и сети про него забывают практически навсегда, потому что в любом случае все нештатные ситуации происходят на стороне потребителя и отключаются аппараты в зоне ответственности непосредственно потребителя. И если говорить про наши реалии, почему мы все-таки задумались о выводе этого аппарата на российский рынок, у нас часто хорошие интересные проекты, дорогих коттеджей и так далее. Система энергоснабжения реализована следующим образом. То есть есть отдельный шкафчик на столбе вынесенный из дома, есть какая-то распределительная система в доме. И довольно-таки часто не выполняются условия селективности, соответственно, если что-то срабатывает в доме, срабатывает вся цепочка вплоть до аппарата на столбе. Соответственно, если это, к примеру, происходит зимой и столб висит высоко, но это довольно-таки большая проблема. Аппарат недешевый, но есть ряд применений, где его реально можно применить, где как раз требуется выполнение условий селективности. За три основные линейки. С200 самая массовая линейка до 100 ампер, С800 это высокие отключающие способности в компактном исполнении. Да, он есть в однополисном исполнении. То есть, есть как одно, двух, от одного до четырех полисов это про С750 ДР. Нет, по-моему, характеристики Д нет, но надо уточнить. По-моему, С, а, нет, у него про С750 ДР, у него две специализированные характеристики, они не бьются с основными характеристиками, они сделаны специально селективность, но в презентации про это будет чуть подробнее, это его внутреннее электромеханическое устройство. Но если грубо говорить, у него два токовых пути и в случае возникновения КЗ в тот момент, когда размыкает, начинает размыкаться аппарат входящих линий, у него приоткрываются основные контакты и энергоснабжение идет через токоограничивающий резистор через вспомогательный токовый путь. Когда отключился аппарат на отходящих линиях, S750D пропускает часть энергии, то, соответственно, не стоящий аппарат отключается. Не всегда Д-характеристика решает эту проблему, и это не совсем правильно. То есть, если вы ставите Д, то после этого аппарата нужно сделать очень хорошую КЗ, чтобы он сработал. КЗ может быть не очень сильно хорошая, например, на вводных клеммах. И это будет проблема, что КЗ есть за счет Д-характеристики с большой кратностью, и он не решает Д-характеристика вопроса селективности в тепловой зоне. То есть, по КЗ, да, разлет определенный получается, но это не очень хороший вариант. Лучше все-таки применять различные специализированные решения, там, или 800-я серия с 200-й в паре, или аппарат витом в корпусе с 200-й серии в паре, или СМ-150-й. Д, все-таки, это некая полумера. Ну, или, к примеру, там, плавкая ставка тоже есть определенные диапазоны по селективности. Итак, но про СМ-150-ДР будет немножко чуть подробнее попозже. Далее, наши основные выключатели дистанциального тока. Есть несколько линейок. F200 это классический ВДТ. Есть в двух исполнениях. F200 с синим чешком это промышленная серия. FH200 это бытовая серия с черным чешком. Ну, хорошее всем знакомое устройство. массовое. Ничего особо нового не происходило и не скажешь. Далее, DS200 это наш АВДТ, это аппарат по центру. Соответственно, есть два подхода. Это классический подход, когда АВДТ является сборкой из двух аппаратов ВДТ и АВ. И, соответственно, есть компактная версия, второй подход. Соответственно, компактная версия из плюсов, естественно, это ее компактный, но она несколько уже по диапазону исполнения. То есть, все-таки, сейчас пока эти линьки существуют параллельно, потому что компактная версия, соответственно, это DS201, DS202C и DS203NC. Они не покрывают весь диапазон, ну, там, потоком автоматически по применению. Соответственно, далее, тоже интересная вещь, если вам требуется создать, иметь АВДТ с нестандартными характеристиками, которых нет в стандартной линейке, то его можно сделать с помощью блока ДДА. В блок ДДА устанавливается автоматический выключатель и вы делаете АВДТ того типа, который вам требуется, например, не знаю, с включающей способностью 15 километров. Соответственно, далее, такой же подход реализован на базе 800 серии, то есть это совсем узкоспециальное промышленное решение, когда АВДТ реализован на токе до 125 ампер с включающей способностью до 50 киломпер. Также есть два подхода. Вопросы из зала, почему УЗО хоум серии 6 киломпер, а промышленный серии 10 киломпер. Но на самом деле эти киломперы, они зависят от тех стандартов, по которым сертифицировано данное устройство. У нас есть два больших стандарта, и для хоум серии, и для промышленной серии они разные. У аппаратов, смотря как смотреть, то есть часто многие используют при выборе оборудования не номинальная отличающая способность, к примеру, а определенная отличающая способность, когда для 200 серии это будет не 6 киломпер, а 10 киломпер. Ну, то есть тоже смотря какие отличающие способности, но в любом случае это абсолютно одинаково у всех производителей, абсолютно по одинаковому мэр. Ну, просто все по-разному указывают в каталогах. Соответственно, далее, такая же история в плане создания специализированных АВДТ сделана и на 800 серии. Это возможность установить аппарат 800 серии в блоке дайвисов и сделать специализированный АВДТ. Далее, аппарат серии DSH-941R, я его выделил отдельно. Это тоже компактная версия для применения в однофазных сетях. Это один из самых массовых наших аппаратов, массово применяемых в России в плане АВДТ. И современная версия, которая называется DSH-941R, она сделана и поставляется только на российский рынок, на нем только российские сертификаты, никаких других. И это синяя кнопка тест. Соответственно, если вы встретили подобный аппарат, на котором есть какие-то сертификаты отличные от ЕАЦ, там, Ростеста и нашего пожарного сертификата, но это что-то что-то не то, нужно задуматься, чтобы он попал в руки. Соответственно, далее, EPS-450 это сделано для защиты от подделок и от параллельного импорта. То есть, если раньше была серия DSH-941R, она производилась для всех одинаково, для всех стран. И соответственно, было довольно-таки много подделок различных вариантов неофициального ввоза. Соответственно, эта ситуация никого не устраивала, поэтому просили сделать специально для нас особенный аппарат именно для России. Соответственно, так и появился DSH-941R. То есть, скажем так, это несколько кастомизированная версия стандартного аппарата для России. Сейчас, к примеру, такой же кастомизированный аппарат сделали только для Италии. 501L называется. В России его тоже не должно быть, если где-то встретите, но опять-таки вопросы. Соответственно, далее. Компактное ВДТ для трехфазных нагрузок С-453Е это аналог DS-203НЦ, который существовал на промежуточный период. Сейчас этот аппарат снимается с поставок в Россию, они делаются на разных заводов. Если DS-203НЦ делается в Италии, то FS-453Е делается в Швейцарии. Соответственно, он несколько лет вставлялся на российский рынок, я его на всякий случай оставил, если где-то будете встречать, это тоже наше, но сейчас основной аналог и основной аппарат, который стоит закладывать и применять, это DS-203НЦ. Соответственно, далее. Немножко поподробнее про селективный автоматический включатель S-750D. Помимо функции селективности, данный аппарат также обладает функцией тока ограничения. Соответственно, в случае каких-то аварийных ситуаций, он создает более мягкие условия в откладящих линиях для нагрузки. Соответственно, меньше вероятность повреждения оборудования в случае КЗ. Для данного аппарата есть две характеристики Е и К. Они построены так, чтобы быть селективными самыми модульными аппаратами, но единственное требование это разница в номиналах 1,6. То есть 16-амперный DSR-941R 100% селективен со всеми модульными аппаратами до 10 ампер. Соответственно, здесь проведен пример, как выглядит объем энергии, который проходит в отходящей линии в случае КЗ, в случае, если не установлено никакого защитного устройства, в случае, если установлен аппарат 200-й серии и в случае, если установлен аппарат серии S750DR. Это вопрос из зала. 1,6 это по тепловому расцепителю, 1,6 это по номиналу, то есть по номинальному току. Но в каталогах и в новом System ProAime и в отдельном каталоге по 750-й серии есть таблица селективности, соответственно, до 1,6 ранг номиналов это 100% селективность, а выше там частичная селективность. Как я уже говорил, данный аппарат предназначен для организации ввода чаще в бытовых системах, то есть это для России чаще всего, скорее всего, какие-то интересные коттеджи, вот что-то такое. Но, к слову, здесь представлена классическая компоновка счета для коттеджей в Германии. У них уже действует новый стандарт МЭК, по которому все решения должны быть 100% протестированы и зафиксированы. Причем у них эти решения они фиксированы для определенных областей и если вы приезжаете в определенный город Германии, то все бытовые шкафчики собраны однотипно. И сейчас подобный подход и подобный стандарт, как я понимаю, планируется к внедрению в Россию и мы в этом плане имеем определенные наработки и готовые решения протестированы для помощи нашим партнерам по сборке НКО. Соответственно далее несколько интересных устройств, которые обычно не попадают в зону рассмотрения наших партнеров, потому что они очень специальные. Первое это модульный аппарат с безвинтовыми клеммами. Довольно специфичные в плане применения, но до компании АББ я работал конструктором на сборке счетов НКУ и подобный аппарат я применял всего один раз. Мы собирали счеты автоматизации, где было огромное количество отходящих линий и требовалось, ну, были ограничены время по монтажу на объекте. Соответственно использовали как раз аппараты с безвинтовыми клеммами. В принципе довольно-таки удобно, две клеммы позволяют зажимать как цельнотянутый так многожильный так и обжатый проводник цельнотянутый до 4 мм. Клеммы независимые, можно разные типы, разных сечений вставлять в правую и левую клемму. Ну, соответственно далее коротко по самой номенклатуре. В 200-ую серию входят три типа устройств соответственно 6, 10 и 25 кА. Это М, П. Ну, соответственно буква Л это хоум-версия 4,5 кА. Может быть иногда встретите букву Т, это 3 кА, это не должно попадать на российский рынок, это бразильский стандарт. Ну, вот наши основные аппараты это М, П и просто 200-ая серия. То есть 6, 10 и 25 кА. Далее, современные клеммы у современных аппаратов довольно-таки удобны в сборке, они позволяют устанавливать как шинную разводку в нижнюю клемму, так и обыкновенный проводник в верхнюю клемму. Причем момент затяжки сохраняется одинаковый, это конструкция двунаправленных наших клемм. Ну, из интересного в нижнюю клемму также можно устанавливать датчики тока с фиксацией на аппарате. Максимальное сечение для аппаратов до 63 ампер это 35 квадратных миллиметров, 80 и 100 ампер, соответственно, это 50 квадратных миллиметров. Далее, из особенностей самих аппаратов. Сама форма корпуса сделана таким образом, что если вы ставите два аппарата рядом, у вас получается небольшой воздушный зазор между аппаратами за счет рельефной формы аппарата, это позволяет уменьшить влияние нагрева на характеристики аппарата и, соответственно, косвенно защищает саму маркировку. Даже если у вас аппарат где-то там лежал на неровной поверхности и не уложили, ну, во-первых, лазерную маркировку довольно сложно стереть, во-вторых, за счет рельефного корпуса маркировка также дополнительно защищена. Далее, на аппаратах промышленной серии, это тоже отличие, кстати, от бытовой серии, про которую я забыл, есть индикация состояния основных контактов. Причем, это реальная индикация, то есть, к примеру, если у вас аппарат отщелкнулся, но было такое большое оказалось, что контакты сварились, окошко индикации покажет вам именно реальное состояние контакта. Далее, ну, также небольшая особенность, у нас часто применяют наши шинные разводки с установкой сверху, но рекомендация производителя и сама задумка это установка шинных разводок снизу. Соответственно, если шинные разводки ПС с промышленной серии установлены снизу, тогда есть возможность убрать один аппарат из шинной разводки, не развинчивая всю шинную разводку. У него отщелкивается черная клипса сзади и аппарат откручивается одна клемма и аппарат снимается с динрейки, все остальные не затрагивают другие аппараты. Далее, ну, совсем коротко про 800-ю серия. 800-я серия производится на фейцарском заводе CMC, как я уже говорил, это промежуточные аппараты между модулями аппаратами и аппаратами в литом корпусе. Есть исполнение как со стандартными отключающими характеристиками, так и исполнение для применения на постоянном токе. В общем, есть специальное исполнение ПВ для применения с солнечными батареями. В принципе, диапазон применения довольно-таки широк, аппараты в плане промышленного применения довольно-таки интересные. Соответственно, данный аппарат является быстродействующим и в определенном диапазоне только ограничивающим. Соответственно, основные характеристики аппарата при отключении КЗ для примера 50 км. соответственно, далее. Аппарат он несколько крупнее, чем стандартные модульные устройства, но устанавливается в конструктивах в принципе на те же самые генерики, под те же самые пластроны, так и стандартные модульные устройства. Единственное, в пластик не во весь входит. Если мы говорим про современный пластик Мистрали, то это Мистрали IP65, тогда нормально. В Мистрали IP41 только со снятой дверцей. Ну, а все остальные шкафчики там AT, Twinline, все без вопросов. Устанавливаются просто на генерики. Шлина одного полиса полтора модуля. Вопрос из зала. Что такое токоограничивающие? Для данного аппарата есть кривые токоограничения, соответственно, в случае тока КЗ он снижает токи КЗ до определенного уровня. Соответственно, вы можете выбирать нежестоящие аппараты с счетом высшестоящего 800 серии. То есть, к примеру, если у вас расчетные токи КЗ 10 кА на отходящих линиях, но у вас стоит высшестоящий 800 А, и по кривым токоограничения токи КЗ снижаются до определенного уровня, соответственно, вы можете применять, к примеру, 6-ти киломперный аппарат вместо 10-ти киломперного аппарата на отходящих линиях. Так. По поводу есть ли система опломбировки? Но если разговор про основные клеммы, то скорее нет. Если разговор про фиксацию рычага самого аппарата, то да, можно установить замок, к примеру, или опломбировать тросиком. То есть есть специальные проушины для того, чтобы... Ну я когда буду показывать... Нет, про клеммы. Клеммы, они закрыты специальными крышками. В принципе, можно саму крышку наклейкой опломбировать, но специального решения для опломбировки клемм нет. Об этом часто спрашивают, но к сожалению, в Европе это особо не применяется. мы несколько раз уже тоже передавали этот вопрос на заводы, но пока для нас вопрос открытый. Часто, когда встает такой вопрос, я применяю или маленькие пластиковые боксы, ну рекомендую применять, или пластрону пломбировать, то есть или так, или так. Ну довольно-таки часто я видел такую историю, когда в этажный шкаф устанавливается маленький пластиковый бокс, он пломбируется, в нем в одной аппарат, как бы это решает все вопросы. Соответственно, далее, то, о чем я уже говорил, это замена наших аппаратов S280VC на S200MVC. Ну, соответственно, для сравнения, аппараты предыдущей серии имели дуропластовый корпус в своем нестандартном исполнении и не было унификации по аксессуарам. Ну, соответственно, все особенности перечивали в MEC из 200-ой серии. Ну, единственное ограничение не до 100 ампер, а до 63 ампер. Ну, и номиналы в зависимости от характеристик. Очень часто применяют наши UEM-партнеры маленькие номиналы с характеристиками K, Z, вот что-то такое. Такое узко-специальное применение на постоянном токе, но, тем не менее, имеет место быть и продажи, в принципе, неплохие. Соответственно, далее немножко подробнее про выключатели дифференциального тока. Как я уже говорил, есть несколько подходов. классические ВДТ, АВДТ в компактном исполнении или комбинация АВДТ и аппарата и блоки ДДА для создания нестандартных АВДТ. Ну, основные характеристики блоков ДДА. Из интересного, как раз то, про что я говорил, вопрос из зала, разгорелся спор, зачем писать на автомате 6 кА, если его только ограничение, допустим, 4 кА. Некоторые производители так делают для того, чтобы расширить зону применения своих аппаратов. У нас, все честно, соответственно, SH200L 4,5 кА, SH200 6 кА, S200 тоже 6 кА, но по разным стандартам. Ну, к примеру, один из наших конкурентов часто пишет вместо номинальной отличающей способности предельно отличающей способности. А, я понял, прошел разговор. Ну, слушайте, об этом надо подумать, почему именно как делают. Давайте, вы пока будете писать тесты в конце задания. Я над этим подумаю, может быть, коллег спрашу, может быть, кто-то знает. Так, далее. Про блоки ДДА. Ну, как вы видите, довольно-таки широкий диапазон по токам, по дифференциальным токам. Ну, к примеру, исполнение там на 1000 мА, на 2000 мА. В других линейках нет, и как раз для создания таких АВДТ, если требуется, используются блоки ДДА. Интересный момент в плане установки автоматического выключателя в блок ДДА. есть инструкции по сборке и главный момент, что установка, она одноразовая. То есть, если вы один раз установили аппарат в блок ДДА, то потом поменять аппарат не получится. То есть, там так сделано, что защелкивается и как бы раз, выключается. Соответственно, инструкция по установке. Как раз этот элемент красный, сверху который указан, он защелкивается и, по-моему, дальше его выщелкивать нельзя будет. Далее, наша классическая линейка выключателя дифференциального тока, токи, на которые можно устанавливать до 125 А, числительность по токам утечки до 50 мА. Но, в принципе, покрывает все требуемые применения, плюс есть несколько нестандартных применений на другие частоты или, к примеру, для применения на постоянном токе. Также момент по поводу клемм. Для выключателя дифференциального тока клеммы немножко отличаются от клемм 200 серии, но они также выполнены двойными. То есть, в прямоугольные клеммы можно установить шинную разводку, в основной клемму можно установить проводник. И, соответственно, основная особенность этой клеммы, то, что вне зависимости от течения установленных проводников, при затягивании момент получается один и тот. Далее, основные линейки DS200 серии, но обращу внимание, что, если мы говорим про трехфазное исполнение, то до 40 ампер это 6 модулей, свыше 40 ампер это 8 модулей, то более крупное устройство. Соответственно, аппараты промышленных серий, в результате дифференциального тока серии F200 оснащены индикатором состояния и, соответственно, этот индикатор также позволяет проверять работоспособность аппарата. Далее, наше компактное АВДТ для однофазного применения 4 линейки S201L 4,5 кА, S201 6 кА, да, 4, и S201M 10 кА, и DS202C это 6 кА, но оба полюса защищены. То есть, единичка на конце говорит о том, что один полюс нейтраль просто коммунируется, то есть, в него не установлен сцепиди. также наши двойные клеммы, которые позволяют устанавливать так шинную разводку, так и проводник. На DS200 серии в компактном исполнении, ну, как в однофазном, так и в трехфазном исполнении, есть устройство, нет, только в однофазном исполнении есть устройство для установки маркировки. на обоях, как в однофазном, так и в трехфазном исполнении, есть окошка индикации основных контактов. Далее, есть специальный индикатор, на картинке вы видите, это синий флажочек, который позволяет выяснить, по какой причине сработал аппарат, были это токи КЗ или токи утечек. То есть, если синий флажок выпал, соответственно, аппарат сработал по токам утечек. Довольно-таки удобно. Далее, для данных устройств есть большой набор различных аксессуаров, но аксессуары не совместимы с 200-й серии, то есть, это своя линейка аксессуаров. У них все-таки аксесса немножко разные. Ну, для примера, внешний вид включатель деференциального тока ВДТ на базе 800-й серии. Но, честно говоря, в России продали всего парочку штук очень высокоспециальные промышленные линейки. То есть, там, где требуется организовать защиту, комплексную защиту как от тока в КЗ, так и от тока в утечке на токе до 125 Ампер с отключающей способностью до 50 кАмпер, соответственно, можно применять такую линейку. Но, чаще всего применяют или модульное решение, или следующий шаг все-таки это литой корпус с специальными приставками деференциального тока. Так, ну, про это мы уже немножко поговорили. DS-213 компактное исполнение, одна из нас будет пройдет. Да, напоминаю, в нижней части экрана по идее у вас должно быть небольшое открытое окно, где есть материалы, доступные для скачивания. Очень советую воспользоваться, особенно скачать раздаточный материал. Он выполнен в виде, вот, как сейчас слайд, таких схем, которые расшифровывают все названия наших устройств, там, и модуль линейка систем программ компакт. Очень удобно для выбора оборудования и для обучения новых сотрудников. И в конце совсем коротко про устройство линейки Home. Ну, как я уже говорил, DSH-9401R самое массово продаваемое в России устройство. Вопрос в каталоге данной информации нет. Есть вопрос про тока ограничения, то, скорее всего, нет. Ну, почему указывают отличающую способность без учета тока ограничения. У нас есть отдельный каталог, который рассматривает вопросы, связанные с селективностью и так далее. Возможно, в нем есть какая-то информация. Помните ей очень сильно нужны шторки. Слушайте, ну, первый раз слышал такой отзыв. Ну, хорошо подумаем, попробуем донести до завода. Но, на самом деле, завод очень с трудом вносит изменения в устоявшиеся конструкции, все-таки это отдельные затраты. конструкции основных клемм. клеммы позволяют зажимать в одну и ту же клемму одновременно и шинные разводки плоские и проводник. То есть, это допускается нормально. У нас основные выключатели дифференциального тока для жилищно-коммерческого строительства FH200 серия, которые как раз были расширены на 100 и на 300 миллиампер. Ну, по основной части у меня все. Давайте сейчас небольшая демонстрация самого оборудования. Вы можете позадавать вопросы в процессе. Может быть, что-то еще интересное вспомним. Начнем с самого простого. Для сравнения аппараты промышленной серии FH200 и Home серии. Основное отличие, как я уже говорил, в конструкции клеммы. В Home серии она сделана попроще и не позволяет иметь раздельные клеммы под шинную разводку и под проводник. Воспомогательную клемму промышленного аппарата можно установить датчик тока. Ну, соответственно, все остальные вещи связаны с лазерной маркировкой в форме корпуса, они, в принципе, идентичны. Ну, тоже интересная особенность, это отверстие для выхода раскаленных газов в случае КЗ. То есть, у многих производителей оно расположено в нижней части и направлено рядом с проводами отходящих линий. у нас все немножко продуманное дело. Ну, из интересных особенностей, на современных аппаратах появился специальный 16-ти личный код, извините, вот на передней панельке его можно увидеть. Код имеет чисто технологические значения, но в ряде случаях, когда вам, нашим партнерам требуется узнать, к примеру, дату производства аппарата, то по этому коду это, в принципе, можно сделать. Он в нем зашифрован. Ну, часто бывает на ряд объектов требуется как раз знать сорт эксплуатации и дату производства аппарата. Далее. аппарат на постоянный ток. В принципе, все то же самое, единственное, ахмонтированный клемм. Ну, из-за того, что в аппарате установлен постоянный магнит для облегчения загрешения на постоянном токе. Так, все основные особенности перенесены. для примера покажу последний в разрезе. Но, к сожалению, магнит у меня уже куда-то ушел. Должен настоять подвеси. Вот. А так, в принципе, по конструкции абсолютно идентично с 200-й серией. Такая же, в принципе, другостительная пластина, устройство основных контактов, клены и так далее. Далее, для сравнения выключателей в модуле исполнения промышленная серия и бытовая версия. На промышленно установлен нижний доп.контакт для примера. Соответственно, также главные одинарные клеммы, но по сравнению с аппаратом они, конечно, действительно полегче. Я в своих сборках часто их использую как в одной устройстве, беру двухполюсный такой рубильничек, в домашних щиточках. Это довольно удобно, он красный, необычный человек всегда подбегает к щиту, видит что-то красное и сразу понимает, что надо отключить в случае чего. Ну, плюс часто у нас в этажных щитах установлено устройство защиты, дублируют его еще одним устройством абсолютно необычем. Для примера, аппарат с безвитковой клеммой. Заводит интересное устройство, но в России особого спроса не получил, но собирать на самом деле с ним удобно. Еще один автоматический выключатель это 200-я серия на 80-100 ампер. Немножко изменены форма корпуса и конструкция клемма. Клемма сравнивается с классическим аппаратом несколько побольше вставок до 50 квадратов. То есть классические 235 квадрат и 10 квадрат. Далее. Немножко нестандартная продукция. Это модульные аппараты нашей третьей линейки с NISLINE TP аппараты в включенном исполнении. Аппарат можно снять на горячую и менять на него фазу и заново установить. Вставить в линейке. Есть два варианта. Это или стандартные модульные устройства на адаптерах сейчас появились адаптеры тоже со сменной фазой или соответственно аппарат. к слову это новый аппарат у меня в руках. Он выполнен из термопласта. Предыдущая серия из дюрокласса. Это дюрокласса, это термопласса. Для сравнения, чем материалы отличаются. Конструкция клемм также перешли на основную клемму серии. Сама шинная система содержит три фазы нейтраль, два вспомогательных прорывника для доп. контакта и можно отдельно еще NPE повесить с точными клеммами. Сборка осуществляется очень быстро. Шкаф напольный кабинет 600 на 1900. В параллели у меня сборщик собирал 2,5 в день. Когда обыкновенный шкаф, такой собирается дня полтора. За счет того, что нет работы с промежуточными линиями, ты подвел питание на шинную систему, на им аппарат, выбрал требуемую фазу. Далее, выключатели дифференциального тока. Ну, соответственно, FH бытовая серия и F200 промышленная серия для однофазного применения. компактная версия и промышленная серия. Вот это наш сейчас основной аппарат. Кстати, обратите внимание, это новые требования для европейских производителей полностью на устройстве указывать адрес завода. То есть сейчас на всех современных устройствах всех европейских производителей должен быть указан полный адрес завода. Ну, соответственно, это как раз то устройство, которое сделано специально для России, только для России. То есть, помимо российских стандартов, на нем никаких аппаратов. ну, из особенностей у DSR-941R свои клеммы не похожи и несовместимы ни с какими другими, и для него есть свои шинные разводки. То есть не такие же, как у остальных аппаратов. Далее, вариант для трехпазмских сетей, который как раз мне очень нравится. Компактное исполнение АВДТ, которое у нас уже было много лет и которое появилось недавно. Хорошее интересное устройство, сделанное в принципе с нуля. подходит для различных нестандартных применений типа две линии нейтраль и так далее. А, ну, для сравнения. Это в принципе одинаковое устройство по плане применения. Но это 16 А, это 10 А. А так трехфазное для трехфазного применения АВДТ. Соответственно, разница влога бандит. Далее блоки ДДА. Ну, соответственно, в такой блок можно установить модульный аппарат и получить требуемое АВДТ. Далее, аналогичная история на базе 800-й серии. это уже собранный блок ДДА-800 с 800-й аппаратом и блок кондарта. Для сравнения по габаритам стандартный S200, 800-й аппарат и S750D. Из особенностей S750D у него есть несколько вариантов по пломбированию. Есть вот такая шторочка, которая позволяет залочить основной механизм. можно установить замок, можно обломбировать тросиком и можно закручивать цель включен. Ну, и последнее интересное устройство, я о нем особо много не говорю, если вообще не говорю, это электронная АВДТ компактная. То есть, если все устройства, которые мы смотрели до этого, это чистая электромеханика, то вот эти устройства DSN-201 это электронная АВДТ, они более компактные, конечно, то есть, всего один модуль, но они обладают всеми минусами, которыми обладает электронная АВДТ, то есть, их работоспособность зависит от напряжения. При определенной просадке электронная АВДТ либо у предварителя они не работают. Все-таки я всегда за чистой электронной но тем не менее многие наши конкуренты возят такие устройства и для того, чтобы иметь возможность адекватного ответа в проектах мы в принципе связали. Так, ну, в плане демонстрации у меня все. Так, коллеги, напоминаю, есть возможность скачать дополнительные материалы по этому обучению. Сейчас я запускаю тест. Маркировка на электромеханических... Вопрос от Сергея. Маркировка на электромеханических АВДТ зачем? Там обрезана загасительная камера. у меня прозрачного образца нет. А, сейчас объясню. Вот эти два исполнения здесь, ну, если вы посмотрите на основную схему, защита по токам КЗ и по перегрузке установлена только в фазный проводник. Соответственно, ну, это чуть-чуть подешевле получается по цене. Если, ну, есть сомнения, что можно перепутать, можно взять 202C серию, а там оба полюса равнозначны, то есть в оба полюса установлена защита от токов КЗ и от перегрузки. Для этих двух устройств защищенный полностью только первый полюс. Нейтральный просто не термит. Всем огромное спасибо за участие. В чате я написал свою почту. Если будут вопросы, пишите. всем спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею